Здравствуйте! Переходим ко второй части обучающего курса по базовому освоению короткозычковых духового манка на белолобового гуся под названием «От покупки манка к охоте». Перед началом второго занятия я, как обычно, вам дам несколько советов по тренировке. Которые могут помочь вам в освоении духового манка. Найдите в интернете записи голоса белолобового гуся и при первой же возможности старайтесь слушать эти записи. Для удобства вы можете записать их к себе на телефон или плеер. Потом вы будете их прослушивать и это поможет вам понять правильное звучание манка. Подражайте живой птице, но помните, что голоса гусей отличаются друг от друга. У одной птицы может быть звонкий голос, у другой птицы может быть низкий голос. Важно научиться получать правильный звук из манка, чтобы он был максимально похож на голос живого звука. А потом уже в процессе освоения манка стремиться к определенному тону звука. Тренируйтесь вместе со своими друзьями. Если у вас есть сложившаяся охотничья команда, обучаться лучше вместе, делая по очереди те или иные упражнения. При этом товарищ всегда со стороны сможет вам подсказать ошибки. В последующем на охоте согласованность приманивания птицы будет в разы выше у вашей команды. Итак, второе занятие. Вам нужно освоить две вещи. Первое это кудахтание белолобого гуся. По-другому это клакинг. И второе это кудахтание с чередующимся низким звуком. По-другому клакинг с бормотанием, либо клакинг в перемешку со скрейджем. Итак, кудахтание. Правильное положение манка в руке, чтобы манок давал срыв звука. Этого должны были освоить из первого моего занятия. Теперь мы подаем воздух в манок таким образом, как делаем последнее окончание свиста, подзывая собак. Сейчас я вам покажу. Вот этот последний слог, это и есть клакинг. Таким образом мы сможем получить клакинг, делая это окончание в манок. Покажу на примере. Таким образом мы получаем один звук, один клак. Этот звук должен быть звонким и резким. Никаких призвуков у него не должно быть. При получении этого звука наш язык является своеобразным поршнем, который закачивает в манок маленькую порцию воздуха. При этом конечное положение языка у нас являются наши верхние зубы. То есть мы делаем... Вот здесь у нас находится небо, здесь верхние зубы. Мы как бы вкачиваем маленькую порцию воздуха в манок. Показываю еще раз. Вам сейчас на этапе тренировок и на этапе освоения этого звука достаточно сделать его один раз, но чистым, звонким и резким. В последующем процессе тренировок, тренировочных упражнений вы сможете этот звук делать быстро, с нарастанием, с угасанием. Но на данном этапе вам нужно сделать его один, чистым. Далее у нас кудахтанье с чередующимся низким звуком. Со скрейджем, либо просто с низким звуком. Кудахтанье делается точно так же, как я рассказывал про как делается клакинг. Именно один звук. Только нам остается добавить низкие ноты к клаку, которые вы уже должны уметь делать, просмотрев первое занятие. При этом мы делаем произвольное чередование низких нот с высоким. Как это выглядит? Для того, чтобы сделать эти звуки, вам нужно протягивать низкую ноту, а в конце делать срыв на один клак. То есть, со стороны это выглядит таким образом. Тянем низкий звук. И в конце делаем клак. Теперь я дам вам два упражнения для самостоятельной тренировки и закрепления этих двух навыков. Клакинга и клакинга со скрейджем, с бормотанием. Если по-русски говорить, то это будет кудахтанье и кудахтанье с чередующим с низким звуком. Первое упражнение направлено на тренировку именно клакинга, кудахтанье. Вам нужно уметь делать его быстро и медленно, при этом не теряя частоты звука. С помощью этого упражнения вы сможете сделать клакинг с нарастанием и с угасанием. Также научитесь делать его быстро и медленно. Сейчас я вам покажу сначала, как это будет выглядеть, а потом расскажу особенности этого упражнения. Получается своеобразная звуковая горка из клакинга. Здесь мы применяем положение нашей руки на три положения. То есть закрыто, открыто и совсем открыто на всю рука у нас выходит. Закрыто, приоткрыто, открыто. Про это я говорил на первом своем занятии. Сейчас оно нам как раз пригодится для тренировки клакинга. Вы делаете один чистый клак. И в упражнении вы его тренируете именно с понижением, с повышением звука. Сначала это будет у вас получаться медленно. Со временем вы натренируетесь и это у вас будет получаться очень быстро. А в последующем вы можете делать не один клак, а серию клаков. При этом у нас рука будет уже открываться плавно, не ловя один звук именно клака. Когда делаешь серию из клаков, очень хорошо, я думаю, со стороны будет слышно, как идет повышение и понижение звука. Второе упражнение будет направлено на тренировку клакинга со скрейджем, то есть кудахтанья с бормотанием. С помощью этого упражнения вы сможете опять же делать клакинг в перемешку с низкими звуками и также увеличите скорость исполнения клакинга. Научитесь делать паузы, то есть научитесь контролировать именно клакинг со скрейджем. Делается оно точно так же, как и первое упражнение, только уже с добавлением низкого звука. При серии низких звуков в перемешку с клакингом будет выглядеть так. Опять же, у нас рука левая, она открывает на полную, приоткрывает и закрывает, закрывает и открывает. То есть у нас идет своеобразная звуковая горка. В заключении второго занятия я хотел бы вам сказать, что не стоит расстраиваться, если не все получается так четко и быстро, как хочется. Только тренировками можно прийти к желаемому результату. Все дело в том, что моторика вашего языка еще не подстроилась под этот звук и нет постоянной наработки движений языка, кончика языка. Это все появится и звуки будут получаться без лишних усилий, если вы будете уделять время тренировкам. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok